Здравствуйте! В эфире программа «По существу» о том, насколько востребованы сегодня химики и фармацевты и как их обучают в Чувашии, побеседуем с Олегом Евгеньевичем Насакиным, заслуженным деятелем науки Чувашии и России и деканом химико-фармацевтического факультета Чувашского государственного университета. Олег Евгеньевич, здравствуйте! Добрый день! Олег Евгеньевич, мы находимся в одной из лабораторий химфака. Расскажите, кто и чем занимается? Ну, это лаборатория физико-химического анализа. Она была оснащена в последние 5-6 лет. Вы знаете, что у нас пришел новый ректор, и у нас в кои-то веки появились деньги на оборудование. И Андрей Юрьевич не жалеет этих денег. И химфак получает наибольшую долю в связи с тем, что он делает больше всех в университете в области науки. Эта лаборатория оснащена по последнему слову нашей химической техники. Здесь есть приборы, которые позволяют выделить чистые вещества из субстанций лекарственных, поскольку мы занимаемся очень много лекарствами. Здесь есть приборы гидрирования. И те, и другие стоят по 100 тысяч долларов. Есть и К-спектрометр, который позволяет видеть колебания молекул. То есть при облучении молекул инфракрасным светом, вот, например, мы с вами смотрели то, что у нас получается при облучении ультрафиолетом, молекулы начинаются, у них начинается молекулярное колебание. И мы эти колебания фиксируем и говорим, чисто это вещество или не очень. То есть очень много всего интересного. Вот весы, вот этот четвертый знак, а это пятый знак после запятой в граммах, да, это стоит на миллион дороже. Вот пистолетик, чистота, она дается очень большими деньгами. Ну вот, к счастью, вы видите, что у нас много, у нас все лаборатории, ну, в общем-то, так сказать, я бы сказал, такого международного уровня. А студенты каких специальностей здесь занимаются? Здесь занимаются студенты, в первую очередь, фармация. Специальность наша такая базовая, интересная специальность, на которой очень много идет народ, абитуриентов, химики, ну и технологи частично. Когда факультет был образован, предполагалось, что он будет готовить химиков-технологов. И учебное заведение стало основной кузницей кадров для химпрома. С тех пор количество направлений наверняка расширилось. Вот насколько изменилось? Да. Вы знаете, ну, в 70-м году был открыт этот корпус, в 1970-м году. Ну и на первых порах мы брали порядка около 200 студентов. 160-200 студентов на весь химический факультет. Сейчас на факультете учатся порядка 1200 человек. Мало того, что это российские граждане, мы берем очень много иностранных студентов. У нас учатся иностранные студенты, но порядка 56-ти, сейчас 60-ти, они постоянно поступают из 18 стран мира. Поэтому одним из рабочих языков на химическом факультете является английский язык. На нем пишутся все статьи, потому что мы отправляем только в серьезные издания, они называются ВОЗ, Web of Science. Вот. И на нем читаются лекции, проводятся практические занятия у студентов по курсу фармации. А о преподавательском составе можете даже рассказать? Ну, мне повезло. Почти весь коллектив – это мои ученики. Вот. И очень талантливые ребята, которые заработали огромное количество грантов. У нас за пять лет последних более сорока грантов. Это очень впечатляющая цифра, потому что я нахожусь в ВАКе, Высшей Аграционной Комиссии при Министерстве, и мы постоянно анализируем эти результаты. На душу населения, нашей, например, кафедры, которую я возглавляю, кафедры органической и фармацевтической химии, мы практически всегда на первом месте в России. А в Европе ниже четвертого места не опускались. Поэтому это хороший факультет. Это классный университет, Чувашский государственный университет. Не надо никуда ехать. Только к нам. Составив коллективы, которые занимают синтезом сан содержащих донно-акцепторных хромофоров, они могут быть использованы в фото-вальтаике, OLED-технологиях и флуоресцентных красителей. По данной тематике нашим коллективам уже выполнено три гранта, и на данный момент выполняется одно госзадание под руководством доцента кафедры Ершова Олега Вячеславовича. Я очень рада, что поступила именно на химфак. Я еще ни разу не пожалела о том, что поступила в ЧГУ, потому что передо мной открылось очень много новых возможностей. Помимо учебы я могу заниматься как культурной деятельностью, так и научной. Лично я, даже находясь на дистанционном обучении, поучаствовала в двух научных конференциях. Учиться бывает порой не всегда легко, но если подходить к учебе с ответственностью и желанием, то все будет получаться. Так что, абитуриенты, если вы все еще думаете, куда поступать, то выбирайте химико-фармацевтический факультет Чувашского государственного университета. Удачи! Хочу обратиться к абитуриентам. В нашем ВУЗе вы получите замечательное образование. У нас прекрасные преподаватели, которые всегда будут рады помочь, направить, подсказать. Также ВУЗе прекрасно развита внеучебная и спортивная жизнь. Можно проявить себя в любом виде деятельности. Можно искать и дождаться, можно простить и остаться, если не любой. Это не единственная лаборатория, правильно понимаю? Можете рассказать немного о других? У нас, да. У нас очень много лабораторий. Химический факультет выстраивался таким образом, чтобы дать не только теоретические какие-то знания, но и очень хороший практикум у нас называется. То есть практические знания. Поэтому много проводится лабораторных работ. Каждый день получаются разные соединения. То есть мы берем, скажем, два или три соединения, получаем четвертое. Что-то четвертое. И надеемся, что оно очень полезно. Как правило, это либо лекарство, либо какое-то практически значимое соединение. В частности, мы получаем даже в студенческом практике совершенно новые лекарства против туберкулеза. В чувашии – это проблема. Естественно, обучение на химическом факультете, потому что помимо того, что у нас хорошие преподаватели, прекрасные лаборатории, нужно дать хорошую классику. Вот для этого у нас идет обучение так же, как обучение детей. Вначале ребенок что-то узнает, какие-то звуки. Потом он с удивлением обнаруживает, что эти звуки складываются в слова. Такие, как у мамы и у папы. И потом он учится складывать предложения. И мы идем таким образом. Этот путь называется степ-бай-степ. То есть шаг за шагом. Потихонечку поднимаемся. Когда студенты к нам поступают, после того, как мы провели общее собрание, каждого поздравили и так далее, все это очень торжественно, они идут на общую химию. Это металлы, сплавы и так далее. Это общая химия. Затем они переходят на наш второй этаж. На втором этаже у нас изучают неорганическую химию. Это только неорганические элементы. Если взять периодическую систему элементов Менделеева. Затем они обучаются аналитической химии. Аналитическая химия дает возможность сказать, что это за соединение. Что это за металл. Что это за органическое соединение. Здесь огромное количество аппаратуры. И вся она чрезвычайно дорогостоящая. И как вершина всего этого мы переходим к изучению одного элемента. Из почти 20 элементов, которые известны в периодической системе. Но этот один элемент стоит всех 120. Это углерод. Это то, из чего мы с вами... Вы тоже, кстати, из углерода. И я из углерода. Вот эта комбинация углерода с водородом, с другими элементами. Она создает в нас все. То есть, наша ДНК. Почему мы похожи на папу и маму? Наши аминокислоты. Наши витамины. Наши ферменты. Поэтому вот они переходят в химию углерода. Я могу сказать, что углеродных соединений известно в настоящее время около 35 миллионов. А вся остальная периодическая система дала соединений 800-900 тысяч. Представляете? 100 с лишним 900 тысяч. А один элемент – 35 миллионов. Смотрите, не каждый вуз может похвастаться тем, что студенты начинают заниматься фундаментальной наукой. У вас такое практикуется? Вы знаете, я вообще фанат науки. Все это в университете, наверное, знают. Через науку ребята становятся гораздо лучше, чем если они получают классическое образование в книгах и в интернете. Потому что у каждого из них за плечами статьи в американских журналах, гранты. Огромное количество грантов. Вот правительство России и Владимир Владимирович Путин, он лично просто внедряется в этот процесс и выделяют по 10-15 миллиардов рублей на развитие науки. Это гранты РНФ, РФФИ. Я вот как раз являюсь экспертом РФФИ. И в этом году я отрецензировал 48 грантов РФФИ разнообразных, представляете, проектов. Заниматься наукой выгодно. Это во-первых. Во-вторых, многие родители отдают своих ребят к нам на первый курс. Ребята такие, среднестатистические. Все-таки влияние двора очень сильно. Вот вы, как преподаватель русского языка, понимаете, что лексика у них страдает в определенном смысле. А когда они выходят отсюда, они уже знают литературу. Они любят ее читать. Мы просто не знаем, что, почему так произошло. Вот он был такой, а сейчас стал такой культурный, вежливый. Он увлечен какими-то научными проектами. У нас студенты участвуют во всевозможных научных проектах. Они называются «Умник». Студент, представляете, получает 250 тысяч к основной своей стипендии. 250 тысяч в год. Если он выиграл грант «Умников». У нас таких 32 человека. Представляете? И они работают, знают, чего ради работают. Больше родителей зарабатывают на этом. Мало того, еще Андрей Юрьевич, наш ректор, он, если ты учишься, очень хорошо участвовал в Олимпиадах, он дает стипендию, скажем, не около 2 тысяч, а 10 тысяч. Учись ради Бога. Так что я считаю, что без науки никакого обучения нет. Вот как только кончается наука, мы и в ВАКе так рассматриваем, вот университет какой-то, я не знаю, неважно, какой университет, мы просматриваем его профиль, смотрим, если у него нет публикаций каких-то, ну, это, скорее всего, почти из ПТУ. Ну, вы сказали, что много публикаций. Можете что-то привести в пример из последнего? Что-то интересное? Ну, мне открыли, например, ну, как вам объяснить, очень многие соединения, ну, например, ДНК, оно не работает просто так. Его надо запустить. Ему нужен толчок. Этот толчок называется алкелирование. Надо на азот посадить там метильную группу обязательно. Но это делается очень тяжело. В промышленности провести алкелирование – это 12 часов, 300 градусов, это ужасно. Все реагенты либо взрывоопасны абсолютно, либо высокотоксичны, либо канцерогены и так далее. А мы открыли такое алкелирование, которое протекает в течение долей секунды при температуре от нуля до плюс 15 градусов. Представляете, совершенно безопасно. То есть так, как делают ферменты в каждой клетке человеческого организма. Вот у нас статья вышла в журнале «Первого квартиля». Я ее назвал, может быть, как-то нескромно, но «Чебоксарской реакцией». Вот здесь студенты обучаются и пишут научные статьи, в лабораториях эксперименты ставят. А потом, когда они выходят из стен вуза, они востребованы? Они очень востребованы. Во-первых, всех, почти всех наших студентов, по крайней мере, с нашей кафедры, забирают аспирантуры. Это наша аспирантура, но у нас немного. Два места там, какие-то контрактные места. Аспирантура МГУ, аспирантура Академии наук России – это Институт органической химии, неорганической химии в Москве. Казанский наш, очень известный Институт органической химии имени Арбузова. То есть у нас их практически не остается. И вот у нас, я вам сказал, что преподавание частично идет на английском языке, и мы будем это развивать, и, наверное, введем это и для русских, не только для иностранцев. И на кафедре у нас работают, приезжают, читают лекции, профессора из университета Ариэль, Израиль, причем человек, который два года назад номинировался на Нобелевскую премию. Из университета Трентгена. Мой выпускник, его звали Валера Павлов, очень худенький такой, небольшой, сделал здесь кандидатскую диссертацию, перешел в Барселону, в университет, и у него сейчас порядка 67 статей первого квартиля. Это сумасшедшие показатели. Я даже не знаю, у кого из наших ученых в Академии наук, у кого из академиков есть такое показатель. Я думаю, что ни у кого нет. Вот. Вот он занимается. У вашего факультета есть девиз. Вене ведь девицы. Пришел, увидел, победил. Почему он так звучит? Я придумал. А почему именно такое выбрали? Ну, вы знаете как, я очень люблю историю. Все, что сделал Цезарь, Юлий Цезарь, в каких ситуациях он только не был, он выходил всегда победителем. И его солдаты никогда не спрашивали, сколько их врагов. Они спрашивали, где они? Где они? Понимаете? Шли и побеждали. Пришел, сделал, увидел и победил. Ну, это просто наш девиз. Мы пришли, мы должны быть здесь первыми и обязательно победить. Победить в грантах, в деньгах для Чувашского госуниверситета, в статьях для Чувашского госуниверситета. Мы же работаем, понимаете, вот как западный университет. Один в один. Поэтому такой девиз, мне кажется, что он очень подходит нам. Потом он короткий. А запоминается короткая текать. Олег Евгеньевич, спасибо вам за интересную и содержательную беседу. Напомню, что в программе «По существу» мы сегодня беседовали о том, как обучают химиков и фармацевтов с Олегом Евгеньевичем Насакиным, сослуженным деятелем науки Чуваши и России, деканом химико-фармацевтического факультета Чувашского государственного университета. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова